Друзья, вы на канале про политическую уберечь в США, меня зовут Марина Соколовская, бумажки лежат не просто так, хочу точно ничего не упустить, очень важная тема про депортацию, досмотрите до конца, поехали. Итак, вот эта первая бумажка, это прям сам вопрос, который пришел нам в личку, естественно, вся личная информация полностью уничтожена, обнаружить кто это невозможно, звучал вопрос так, на первый взгляд очень странный. Здравствуйте, у нас вот такая ситуация, у брата был мастер суд, третий раз, судья попросил принести форму 589, наши знакомые должны были отправить, но не отправили, и судья удалил. У человека русский язык не родной, мы потом общались с ней поглубже, давайте я объясню ситуацию чуть-чуть попонятнее. У нее брат находится в детеншн, ему назначили первый мастер, на первом мастере судья сказал, что на второй мастер брат принес 589 форму. Брат не говорит на английском, он не воспользовался не услугами, а помощью тех, кто находится рядом с ними, кто может хоть как-то заполнить 589, он не позвонил в благотворительной организации. Напомню, что в детеншн, как правило, списочек этих организаций висит на стенке около телефона, и по идее им нужно звонить, не нужно бояться, им можно пробовать получить у них помощь. На второй мастер, вот этот вот мужчина, пришел без 589, на что судья ему сказал, придешь на третий мастер без 589, я тебя, как пишет эта женщина, удалю, то есть на самом деле депортирую. Вы знаете, если зайти в систему EOR, где все, вот у нас тут, как раз оттуда скрин, где все дела прописаны, если человек был приговорен к депортации, то на английском это будет слово removal. Если же вы сделаете автоматический перевод через Google, то будет написано, судья заказал удаление. То есть, чтобы вы понимали на русском, это звучит так, судья приговорил к депортации, на самом деле таков перевод. Но вот она пишет, судья удалил. И первое вот ощущение немножко шока, потому что по идее, по идее, как правило, друзья, вас не могут депортировать после мастер-слушания. Ну вот таковы правила, есть индивидуальное слушание, на котором ваше дело рассматривается по существу. Мастер это презентация, это здрасте-здрасте, да, это принесите 589, это как вас зовут, меня там зовут судья Джонсон, а меня Иван Иванов, а понимаете ли вы, что находится на территории страны нелегально. То есть, это всегда такое облегченное, скажем, заседание, но есть здесь две важные вещи. Первое. А, если вы пропустите мастер, вот у нас есть такие клиенты, есть такие люди, в принципе, которые говорят, да это же просто презентация, господи, ну подумаешь, я не пришел. То сразу же папочка с вашим вот именем, Иван Иванович Иванов, из стопочки Asylum Seeker, перемещается в стопочку на депортацию, и далеко не всегда, даже с помощью ходатайств, можно вернуть вас обратно в процесс, это первый момент. Второй момент, здесь речь о detention. И, несмотря на то, что речи о detention, все равно права человека соблюдались, и, конечно, судья не мог вынести приказ о депортации на мастер, но он вынес. Знаете почему? Потому что, судя по нашим данным, именно такую тактику начали применять судьи в detention к непокорным, даже непокорным, это, наверное, не то слово, к непослушным просителям политической убирщи в США. Вы не можете игнорировать требования судьи. Судья сказал принести 589-ю, назначил еще одно заседание. На нее человек пришел с голубыми глазами, кристально чистыми, да, и взглядом младенца без 589-й. Судья сказал, еще раз принеси. И на третье заседание, как вот, знаете, в золотой рыбке, махнула золотая рыбка и ушла в пучину, да, пришел человек без 589-й опять. И судья ему, знаете, что влепил? Судья ему влепил неявку на мастер. То есть он приравнял отсутствие документа, который он запросил, к неявке на заседание. А я только что сказала, неявка на заседание, на мастер, автоматически приводит к депортации. Когда мы говорим про апелляцию в detention, то мы, как правило, мы разводим, ну, как правило, специалисты разводят руками, говорят, просто смиритесь. Потому что апелляция в detention возможна или возможна? Всегда, далеко не всегда. Сложно ли это? Архи-сложно. Это просто крайне сложно. Поэтому ваша задача, если ваши родственники в detention, донести до них одну простую мысль. Лучше принести коряво заполненную с помощью соседа, по нарам, извините за такое слово, 589-ю, в котором ну просто хотя бы что-то изложить, чем прийти и улыбаться всеми 32-мя зубами о судье в лицо. Потому что судья это засчитает как неявку. В итоге вы будете депортированы, и в итоге вы не сможете въехать в США, и уже никого не будет волновать, как, кто и почему преследует вас на родине. На этой позитивной ноте заканчиваем. Подписывайтесь на наши каналы. Всех люблю, целую, пока. Друзья, опять, опять, опять рекламная пауза. Говорим про офис в Тихуане. Да, у нас есть замечательный офис, где бываю я, где бывают наши адвокаты. Мы ждем вас там, мы горим желанием помочь вам в нашем офисе. Поэтому пишем всем не в личку, назначаем опойтмент, потому что опойтмент крайне важно. Это для вашей и для нашей безопасности. Пишем в личку, договоримся о встрече, присылаем кейсы на оценку заранее, и работаем, 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 но где правильно? На территории Мексики, в нашем офисе в Тихуане. Субтитры подогнал «Симон»!